я не знаю что там впереди медведь идти его мать медведь летел первый раз жизни медведя вернее медведицу с ребенком а тут еще вот так вот раз и прям посреди леса за бетонированная дорога еду я на ракетную базу руху она уже где-то здесь рядом вот на такую развивочку я попал здесь у нас направо ту малышки педы хой для ангарит нового ангара где хранилась ядерные короче боеголовки слева 140 метров 300 ракетные ангары причем хочу еще раз всех кто смотрит видео и кто сюда соберется сделать небольшое предупреждение я только что ехал и буквально ну вот метров 400 сюда на дороге встретил медведицу с ребенком так что будьте осторожны и здесь вот у нас такой стенд рассказывающий об истории это и ракетной базы ну что ж будем где-то парковаться и смотреть но решил я начать справа и в общем-то повернул сюда вот направо и проехал эти самые около 300 метров и вот что здесь нас ждет по всей видимости это как раз тот самый ангар где хранилась ядерное оружие я нахожусь у ракетной базы руху которая находится рядом с ракетной базой кадила где раньше хранились ракеты р-12 это ракеты первого поколения которые хранились лежа и которые могли нести ядерные боеголовки если не ошибаюсь на расстоянии до двух тысяч километров но ядерные боеголовки хранились только именно здесь на базе руху вот в этих двух ангарах это один и вот правее там буквально метров тридцать сорок второй обоих базах хранились ракеты р-12 первого поколения которые хранились лежа и на их подготовку уходила до четырех часов в каждом ангаре находилась по две ракеты здесь две рядом две и в соседней базе также два ангара по две ракеты а ядерные боеголовки хранились только здесь в этом и в том ангаре управление этими местами осуществлялось из города ракторы где был штаб и все прочее о чем я позже сниму видео и покажу где что находилось это у нас боковой вход это видимо какие-то коммуникации здесь были ну собственно пойдем дальше сам ангар пока не буду заходить в каждую дверь здесь немножко темновато и собственно ничего особого я пока здесь не вижу я думаю что нужно вернуться и взять фонарик как я говорил эта часть путешествия у меня связано с милитари с военными даже короб вентиляции вообще я когда езжу по таким местам перед этим я тщательно изучаю карту так вот я нашел одну интересную карту где практически все бывшие военные базы посты и прочее прочее так вот я просто был ошарашен сколько в советское время на территории эстонии было военных объектов и совсем рядом справа находится второй ангар буквально метрах 30 даже концовые выключатели сохранились сквозняк здесь сильный собственно чего кроме мусора строительного такой же самый ангар огромный пустой и прохладный вот первый вернее второй ангар и тут совсем рядом первый где машину оставил собственно говоря как-то меня не особо и не впечатлило как-то может я уже много таких объектов объектов видела там хоть какие-то загадки что-то здесь как бы еще ясно понятно брустверы брустверы ну как есть и вон вторая . второй ангар а это те ангары или ангар я не знаю который находится по левую сторону от указателей в общем практически тот же самый ангар единственное отличие что здесь нет как в том по бокам технических отсеков видимо по той причине что здесь просто не хранили ядерное оружие здесь просто видимо были ракеты вот так вот это выглядит здесь лесу конечно сохранились остатки бетона от каких-то сооружений вот справа слева но что это было тут уже не понять это просто гора камней попробую еще прогуляться может еще что-нибудь найду погулял и немножко в округе и совсем рядом обнаружил еще один ангар посмотрим что здесь здесь уже как-то немножко по-другому все какая-то лестница наверх вот так вот боковые части удивительно чисто ну что ж пробуем пройтись по лестнице что это было странно понятия не имею просто помещение может здесь руководство сидело или еще что-то просто помещение еще трубы вентиляционные сохранились еще рубероидом старым обмотаны то есть ну что ж пройдемся еще посмотрим что там дальше а вот такой сквозной проход опять же какое-то помещение со странным окном подумать только как-то не хочется штаны пачкать но придется полезть и те самые картинки с тех времен сохранившиеся чего тут только нет и ленин и подводная лодка и ракеты и солдаты и солнце и самолеты и флаги и вообще-то ангар какой-то странной конструкции одна его половина такое ощущение что там две комнаты для командного состава или для чего-то а что было здесь я не знаю а вот здесь еще такая яма для чего-то вполне возможно что здесь ракеты приводили в боевой порядок вот так выглядит ангар с другой стороны так попробую его обойти причем что интересно обратите внимание здесь еще сверху орган ангара на крыше идет вот такая кирпичная своего рода кладка вот это оказывается что за странные ангары я не заметил эту табличку сразу Таининда в ангар это ангар был для обслуживания